Доброе утро, уважаемые телезрители! В настоящее время, помимо острых дискуссий и порой полярных мнений в обществе, да и среди верующих в Бога часто возникает, на мой взгляд, интересные тоже дискуссионные вопросы. Даже не вопросы в прямом смысле этого слова, а вопросы рассуждения. Звучат они примерно так. Сегодня почти все говорят о вере, о Боге. Приводятся цитаты из Евангелия, примеры из прошлого и даже жизнеописания святых людей тех лет. Но ведь сегодня мир изменился, сегодня другое время. В основе лежит другой взгляд на мир. И может ли вообще на этом фоне верить в Бога современный человек? Мне думается, это рассуждение будет иметь несколько сторон. Потому что тема на самом деле актуальная. И тема сегодняшней нашей с вами беседы тоже будет иметь в этой передаче, во всяком случае, две стороны. Прежде всего, можно сразу дать простой, но не без иронии, ответ. Да, современный человек, как бы он ни отрицал Бога, человек верующий. Он верит в самые необычайные вещи. Особенно в западном мире, где мне много лет пришлось нести свое церковное послушание, я наблюдал, как человек принимает на веру что угодно, только нетрадиционное верование. Легковерие сегодня несравнимо больше, чем лет 40 или 50 назад. А дальше не буду брать, потому что приблизительно такой период сам помню сознательно. Люди с научным образованием и довольно зрелые умом готовы верить в одно, но отметают как невозможность, как невозможное другое. Мне вспоминается книга, написанная человеком, к которому отношусь с большим уважением, написанная о его опыте жизни в Гималае, в Тибете. Где-то в выступлении он говорит, что ему пришлось отказаться от христианства из-за того, что оно полно самых невероятных утверждений. И сразу затем, со страстной убежденностью, автор рассказывает о тибетском подвижнике, который мог летать, притом летать, когда не пожелает. Что же, здесь совсем не следует говорить, что подвижник не может летать. Но если верить, что человек способен летать, то тем более можно многое принять в христианстве, что представляет меньшие проблемы. Я имею в виду с точки зрения науки и более приемлемое для человеческого разума. Не думаю, что оскорблю кого-нибудь, если скажу, что распространение веры в такие явления, как летающие тарелки, гадания, астрологии и другие, поразительно возросло за последние десятилетия. И тем не менее, люди, готовые верить во все перечисленное, говорят, что верить христианству невозможно. Помню, один человек сказал мне, что невозможно принять на веру воскресение Христа, хотя в воплощение он верил. И когда мною было мягко замечено, что гораздо легче поверить, что Бог, ставший человеком, восстал из мертвых, чем поверить, что Бог, ставший человеком, мог умереть, он посмотрел на меня с каким-то изумлением и сказал, а ведь я никогда не задумывался над этим. Вдумайтесь, ведь гораздо легче поверить, что Бог, ставший человеком, восстал из мертвых, чем поверить, что Бог, ставший человеком, мог умереть. Вот это доверчивость, это способность принимать новые, полные таинственности представления, благодаря чему начинаешь принадлежать к группе или движению исключительных, посвященных. Эта доверчивость поразительна. И мне иногда думается, что переживание собственной исключительности и особого положения, в котором оказываешься, когда принадлежишь к такому движению, отчасти способствует тому, что люди способны принять на веру некие утверждения. «Ведь очень заманчиво принадлежать узкому кругу, пусть даже есть подобные тебе выдающиеся личности, лишь бы их было не слишком много, и ваша исключительность была бы вполне очевидна». Сегодня, как никогда, часто сталкиваешься с подобным отношением к православной церкви. С одной стороны, в наше время чаще обычного встречается некий воинствующий критический взгляд на православие лишь в узком понимании его административно-хозяйственного устройства или поведение ее отдельных членов. Это на самом деле не так интересно. На этом фоне приходится встречать немало людей, общаясь с которыми, образно говоря, копнув немного, обнаруживаешь, что православная церковь представляется ими как экзотика. И принадлежать ей было бы так чудно, вызывало бы к ним интерес, ставило бы их особняком в жизни. И вот такого рода проблемы бывают у людей двух сортов. Одним требуется любой ценой не выделяться из большинства и быть одной из блеющих овец в, возможно, более многочисленном стаде. Другим, наоборот, требуется выбрать что-то экстравагантное или исключительное, чтобы оказаться на пьедестале. Но очень трудно принять что-то совершенно простое, что кажется обыкновенным, тем, той верой, которой люди жили две тысячи лет или пять тысяч, или десять тысяч лет. А потому на фоне всех размышлений невольно приходишь к выводу, что современный человек верит так, как люди восемнадцатого или девятнадцатого веков не считали возможным верить. Современный человек готов проглотить в что угодно, лишь бы оно отдавало новизной и вызывало волнующее переживание собственной исключительности и необычности. А вот теперь давайте отложим этот аспект вопроса и обратимся к способности или неспособности людей верить тому, что провозглашает христианство. Почему трудно верить так? И почему, мне думается, что можно быть достаточно образованным и здравомыслящим человеком, каким, простите, скромно считаю себя, и тем не менее быть искренне верующим в Бога. Об этом уже будет наша следующая передача. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok